друзья всех приветствую сегодня у нас ровный слабый ветер давайте небольшая часть про этот анимометр как он работает на непорывистом и слабом ветре относительно оборотов винта давайте сейчас дождемся порывчика ветра будет когда три с половиной четыре метра в секунду винт чуть-чуть разгонится потому что анимометр существенно быстрее показывает ветер чем винт по инерции разгоняется ну вот два с половиной три метра это 220 оборотов в 24 вольтовой системе это 24 вольта сейчас не идет зарядка чтобы вы понимали вот с ветряка идет 16 вольт но главное смотрите как анимометр может действительно показывать полметра в секунду вплоть его и тут же отрабатывает любой порывчик ну и винт вы видите 120 оборотов так сейчас часть видео будет для петра и для меня мне также это интересно то есть тахометр работает как мы задаем в нем количество полюсов в генераторе конкретно он считает чистоту по герцовки да вот и далее просто силовых кабелей по которым идет переменка мы подаем ну на любую фазу с этой фазы считывается чистота дальше вычисляются обороты зная количество полюсов и в итоге мы видим обороты на табло то есть датчик считывающий чистоту получает напряжение то которое идет с ветра генератора в данный момент но в моем случае даже 30 вольт здесь вот на датчик счета идет напряжение что будет если мы отключим отключил вот я тахометр не перегорит ли там что-то внутри над эти включаю дальше даже вот плохим контактом запускается смотрим все тут же реализовывается подсчет силы ветра и оборотов вот так это со стороны выглядит вращение кстати те кто оставлял комментарии по поводу применения подшипников до металлических и советовали керамический там допустим либо вообще отказаться от подшипников смотрите в китайских анимометрах в чашечках которые вот у меня использовались на метеостанции там применяется подшипник тоже сухой он точно так же шумит ну потому что сухой вот я не скажу какой он керамический он там или нет или может быть из нержавейки но он работает здесь сложности вращения нету совсем то есть любой ветерочек очень легко как отыгрывается в сторону увеличения оборотов крыльчатки так и в сторону снижения этих оборотов то есть нет абсолютно никакой инерции с одной стороны это немножко неудобно и мы можем видеть там пары допустим налетевший до 10 метров в секунду один просто его не отработал и может как бы ошибочная закрадываться такое мнение блин мы был же ветер 10 метров в секунду а у него винт вообще даже зарядку не начинал или давал там эти 100 каких-то ватт а он же говорит что типа у него на 12 метрах в секунду дает 400 ватт так вот друзья да нужно будет поправку делать но мне лично в каждом видео на то что винт имеет инерцию если будет сильный порывистый ветер не так что он будет стабильно 8 10 12 а порывы до 25 а именно когда он дует 5 6 7 а порывы до 12 но тогда да мы будем иногда видеть эти порывы на немометре но не будем видеть эту мощность 400 ватт потому что винт просто будет не успевать ее отработать возможно в дальнейшем я все-таки сделаю еще один вид анимометра но более тяжеленький то есть чтобы он имел инерцию как на порывы ветра так и на спады этого ветра вот вот смотрите 4 идет зарядка эти 30 ватт но в любом случае все вот эти вот тесты они не отменяют калибровку на автомобиле смотрите сейчас я вам объясню почему диапазон калибровки от 0 километров в час до 60 даже на на 70 и 80 километров в час смотрите 60 километров в час это что-то 15 или 16 метров в секунду ветер соответственно уже это ветер когда ветрогенератор должен защищаться не на 100 допустим процентов ну как минимум на 50 он должен смотреть бочком к по отношению к ветру вот а вот именно до этих 60 километров или до 16 метров в секунду как раз мне нужно будет знать ветер поэтому линейность изменения показаний я хочу узнать вот в этом диапазоне от 0 до 60 километров в час ну или до 16 там 17 метров в секунду конечно конечно можно будет проехать и до 100 километров в час и дальше увидеть линейность но если там уже линейность будет как-то искажаться да по графику то ну этим можно пренебречь нам самое главное вот до этих 15 и 16 метров в секунду либо до 60 километров в час но пока штиль у нас не обещают сегодня поставлю вот этот двухметровый винт туда на тот проект ну надо тестировать этот я видел сколько дает энергии как вращается инструментально а вот этот вот еще пока таких расширенных тестов не проводил но это для меня больше но я вам расскажу примерно о выводах по итогу ну сейчас я покрашу анимометр чтобы он на ультрафиолете не разрушался и так сказать шероховатость убрать еще ну краска я думаю чуть-чуть уберет его в пару слоев а еще знаете какой момент обратил я на что внимание смотрите вот это вот мачта она у меня сейчас не сильно длинная но если вот так сейчас я вам так покажу отсюда если вот так шатать анимометр то штанга гибкая высокая имеет свободный ход на изгибании то тоже линейность показаний исчезает у анимометра поэтому нужно коротенькую ну как-то там на штанге я не могу конечно здесь приварить снизу анимометр потому что мачта у меня опускается поднимается телескопическая да но если что имейте это в виду надо максимально жесткий участок трубы на котором стоит анимометр этот как раз там на 60 километров в час на 16 метров в секунду немножечко гибкая мачта вносит тоже свои коррективы нехорошие показания я сначала мачту ставил вот так на которой анимометр стоит на уровне ветра генераторы и вот смотрите то есть она имеет колыхание нехилые такие в момент ветра именно поэтому я потом мачту сильнее задвинулся в трубу так а ну-ка сюда конечно проще красить внутрь чашечек а вот снаружи блин тут еще паутинка уже пристала какая-то смотрите еще один прикольный такой тест коэффициент использования ветра винтом именно винтом смотрите вот сейчас анимометр на одном уровне с винтом и вы видите то есть он давать чуть-чуть вот из-за винта его выношу и он крутится смотрите заношу его за винт и все он буквально останавливается ну сейчас вот опять раскрутится винт по им за имеет нормальный киев то есть коэффициент забора энергии ветра вот и смотрите здесь вот так он крутится а за винтом почти останавливается перед винтом видите хоп то есть это называется коэффициент использования ветра то есть сколько винт через себя пропускает а сколько он отрабатывает даже давайте сейчас я вертикальность мачты этой чтобы соблюдать вот он стоит за винтом а вот вынесли вот так винт забирает ветер энергию с потока и превращает во вращение специально для ребят с латентной скрытой нетрадиционной сексуальной ориентации которым постоянно не дают спокойствие фаллические символы в виде кончиков красных на моих лопастях вот специально для вас чтобы вы лишний раз не полили хату покрайт селых белыми надеюсь теперь вас кончики больше беспокоить не будут и сейчас здесь должны были быть вставки этих латентных людей нетрадиционной сексуальной ориентации их комментарии их реплики в своих роликах ну ладно пожалеем их их и так природа обидела вот смотрите 10 20 ватт идет на таком слабеньком ветре да я думаю на трех с половиной четырех метрах в секунду уже идет зарядка это повторю это завышенное напряжение тут от 30 вольт забор энергии идет тормозим меняем винт и встал как же удобно тела тентный простите меня я неправильно сказал винт не встал винт затормозился одним движением руки брюки превращаются брюки превращаются брюки превращаются в элегантные шорты меняется винт просто и непринужденно причем здесь без шпонки просто на силах трения и самое главное винт крутится по часовой стрелке и гайку без шпонки эту он просто открутить не может дальше все уже отработанной схеме другой винт и также гайка просто силой трения вот такую только шайбочку медную подкладывайте под гайку и она создает тот самый прижим ну можно широким полем но у меня хватает вот такой маленькой так как сезон начался техно line по промокоду михаил 3 3 процентная скидка на любой товар в наличии все друзья у нас почти штиль хотя винт стартанул ребят это намек тем кто строит верти до вертикалки в надежде то что они типа ловят любой ветер и начинают крутиться от любого ветра горизонталка фильтров сейчас на телефоне нету я специально снял вы слышите ветер поэтому еще раз говорю не тратьте не свои ресурсы не свое время не свои деньги в надежде на то что вы сделаете вертикалку и получите какие-то преимущества относительно горизонталки всем пока и снова здравствуйте и для тех кто смотрит до конца опять чуть-чуть включили ветерочек давайте посмотрим сколько энергии дают 2 метровый винт на том же примерно в 3 4 метра в секунду максимум 5 порывы вы понимали винт 1.8 метра который стоял до этого он вообще рассчитывался на мотор колеса и там расчетные мотор колеса 200 250 ватт у этого генератора 400 ватт а вот этот конкретно двухметровый винт я рассчитывал именно под этот генератор с его ds оборотами там и примерно привязки к началу зарядки на трех с половиной четырех метров в секунду предварительно опять же предварительно и субъективно обороты у того винта вроде как бы больше вот вроде бы как бы но реально мощности было недостаточно нужен был порыв хороший там 10 12 стабильный чтобы он все-таки разогнался и дал мощность в 400 ватт посмотрим как этот винт себя чувствует пока на слабом ветре тоже почти субъективно но по моим ощущениям кстати вы знаете вот я покрасил да и он еще ровнее стал показывать ветер реально прям более линейные изменения ветра вот было 427 нет порывчик не успел отработаться так вот смотрите идет мощность 19 ватт и ветер четыре метра в секунду был порывчик давайте мы снимем ветряк с этого контроллера подключим его просто через диодный мост и он будет начало зарядки у него когда напряжение аккумулятора короче сейчас 28 вольт напряжение аккумулятора вот так будет более наглядно когда через диодный мост где он ну короче где-то здесь есть дела вот он диодный мост вот такой вот у меня смотрите то есть сейчас витрогенератор достигает напряжение на аккумуляторе и все лишнее напряжение которое растет хоть и хочет точнее расти дальше он превращает в силу тока значит давайте сейчас дождемся начала зарядки вольтаж здесь чуть-чуть показывает больше но за счет уменьшения силы тока также отображение мощность примерно такая вот смотрите 100 ватт ветер у нас пять с половиной метров в секунду давайте сейчас еще раз яркость настроить так чтобы но я переделаю корпус наверняка будет экранчики рядышком друг с дружкой вот смотрите вот три метра в секунду стабильно дует и уже шла зарядка да где-то так калибровка конечно не отменяется повторю еще раз это субъективные пока данные его резкий отклик конечно может вызывать небольшие недоумения почему увидели к примеру порыв до 7 метров в секунду а энергии на 7 метров в секунду не увидели потому что винт не успел раскрутиться то есть вот еще один показатель что именно конкретно этот проект арзамас он очень хорошо давайте назовем хорошо намотан на зарядку 24 вольтовой системы на ветре от 3 с половиной до 4 метров в секунду все что выше превращается в энергию винт вот это двухметровый рассчитаны как раз под арзамас этот проект он мне тоже больше нравится так что в серию буду выпускать именно вот с этим двухметровым винтом ну складывающимся хвостом в общем по традиции до ветер небольшой но он блин реально он и по быстроходности мне больше подходит и по энергии которую может снять в этот момент прошлом видео я сказал что винт 18 метра крутится быстрее да на самом деле так и есть но из-за того что он рассчитан на меньшую мощность ну генератор меньшей мощности его все таки вот этот арзамас немного подтормаживал то есть нужно было он в диапазоне от четырех там до шести метров в секунду явно было видно что он немножко был задушенный давайте я вам поясню немножко самого начала смотрите напряжение у нас зависимости от оборотов растет линейно то есть если обороты выросли в два раза то и напряжение растет в два раза то есть если вы сняли эдс на оборотах примеру 200 у вас было 12 вольт то если вы повысите обороты до 400 то напряжение эдс у вас станет 24 вольта при этом мощность снимаемая с генератора растет в квадрате то есть увеличение мощности от увеличения оборотов растет не линейно там в два раза а в квадрате а вот мощность винта и мощность снимаемая с потока ветра если мы привязываемся к оборотам она растет в кубе и вот как раз таки до 6 метров в секунду у того 1 и 8 метра винта мощности как бы не хватало но после 7 за счет того что мощность растет говорю винта в кубе они в квадрате как у мощность у генератора все он пересиливает сдерживающий эффект генератора но я по-простому для гумен для гуманитариев объясняю вот и все и тогда уже пошел винт прям хорошенько раскручиваться а вот это двухметровый винт он вот это превышение мощности генератора он имеет уже почти сразу то есть на четырех метрах в секунду к примеру генератор дает там 20 вода а винт уже дает 60 то есть у него вот эти 40 ватт уже запас на дальше увеличение оборотов и соответственно мощности то есть вот этот двухметровый винт более лучше подходит для этого генератора при этом чтобы вы понимали у винта киев то есть коэффициент вот этот использование ветра кпд назовем его да по привычному к примеру это выглядит так на двух метрах в секунду до у винта киев 02 на 3 метрах в секунду у него может быть 03 на 40 35 и уже после 5 6 метров в секунду этот киев растет это особенности работы винтов это тоже учитывайте один маленький но очень важный нюанс друзья если вы применяете так диодный мост напрямую на зарядку аккумуляторов вам в любом случае необходимо устройство контроля напряжения и слива излишков то есть так называемый балластный регулятор это равноценно что вы взяли солнечные панели просто через диод чтобы ток не шел в панели до подключили к аккумулятору и также не контролируйте никак заряд и солнечными панелями в этом случае и ветрогенератором вы можете перезарядить аккумуляторы и уменьшить срок их службы поэтому в любом случае друзья неважно используете ли вы солнечные панели или ветрогенераторы в любом случае вам нужен либо контроллер заряда который бы ограничивал рост напряжения на аккумуляторе и не перезаряжал их до либо балластный регулятор который бы никак не воздействовал на ветрогенератор или солнечные панели да вот как дает ветряк так и дает как панели дают прямо подключенный к аккумулятору так и дают но балластный регулятор он следит за напряжением аккумулятора и всю излишнюю энергию которая идет бесконтрольно на аккумулятор сливает на нагрев чего-то воздуха либо воды ну неважно главное электрического тена вот поэтому когда вы слышите от некоторых блогеров что типа ветрогенераторы или солнечные панели перезаряжают аккумуляторы просто знаете это обычная манипуляция и они видимо не знают что с любыми источниками зарядного тока необходимо использовать либо контроллеры заряда либо ограничители заряда аккумулятора то есть не ведитесь на эти манипуляции ветрогенераторы и солнечные панели как могут бесконтрольно перезарядить аккумулятор точно так же они могут быть ограничены в передаче энергии в аккумуляторе либо контроллером либо балластным регулятором по ссылочке в описании вы можете найти видео где я показывал как я делал такой балластный регулятор который работает нашим регулирование и открытие мосфета то есть в зависимости от роста и скорости роста напряжения на аккумуляторе мосфет открывается либо на 10 процентов либо на 20 30 40 ну там то есть плавное регулирование слива это никогда там твердотелкой либо обычным контактным реле полностью подключают нагрузку всю мощность пена на аккумуляторы именно мягкий плавный слив и вот в том видео я как раз показываю как я делаю такой балласт и описываю все компоненты которые там применяются посмотрите а тем временем ротор на двух киловатт ник заклеен очень мощные магниты надо быть предельно осторожным с железками рядом еще мне очень нравится как работает литий сейчас нагрузка в доме небольшая но уже часа три наверно как зашло солнце днем сегодня залилась у нас тут но 4 киловатта точно и напряжение на аккумуляторе 28 до каких напряжений заряжаю разряжаю я свой литий консервы ну вообще какие консервы я использую здесь можете посмотреть по ссылочкам также в описании давайте посмотрим на каком ветре этот винт будет стартовать тот 18 ну и с другим расчетом стартовал на 5 метров но опять же на таком стабильном порывчики до 5 а здесь вот стабильно 4 дует и стартует отлично чё видите то есть вот он стартанул дальше набирает обороты и коэффициент использования ветра и уже вот на 5 начинает работать по традиции используйте альтернативу там где можно нужно и выгодно делать и так как сезон начался техно line по промокоду михаил 3 3 процентная скидка на любой товар в наличии всем пока